Добрый день, уважаемые коллеги! Эти навыки, которые используются при общении с пациентами, в том числе и с родственниками, с пациентами, хорошо описаны в Калгари-Коммерческой модели, о которой я уже сегодня говорил. И глобально существует два больших подхода при оказании медицинской помощи и коммуникации между врачом, пациентом и семьей пациента. Существует две модели. Так называемая пациент-центрированная модель, когда все решения о своем здоровье принимаются вокруг пациента, и пациент выступает полноценным участником в принятии решений относительно своего здоровья. А также так называемая семейно-центрированная модель, где решения принимаются в кругу семьи, и все решения относительно пациента принимают участие в том числе и его семья. В европейской популяции наиболее распространена первая модель – это пациент-центрированная модель, а семейно-центрированная модель – она более распространена в странах Азии и восточных странах. Но в то же время были проведены исследования, которые оценивали, каковы же предпочтения пациентов в пациент-центрированной модели оказания медицинской помощи семейно-центрированной. было показано, что, в принципе, предпочтения пациента, в том числе и коммуникации с доктором, они одни и те же. И возникает главный вопрос в отношении коммуникации доктора, пациента и родственников – это вопрос об автономии пациента, то есть в каком объеме он хочет принимать решения относительно своего здоровья. Нужна ли ему помощь родственников при этом или не нужна. И кто будет ведущим в принятии решений – пациент, доктор либо родственники пациентов? И самый простой способ узнать – это спросить пациента об этом. Существует многочисленное исследование, которое показывает, что пациенты, у которых уже установлен экологический диагноз, в большинстве случаев, примерно 80 пациентов, хотят знать абсолютно все о своем диагнозе и готовы самостоятельно полноправно участвовать в принятии решений о своем здоровье. Мини трех процентов пациентов хотят, чтобы за него принимали решения либо врач самостоятельно, либо доктор вместе с родственниками пациента. Поэтому это обязательно нужно уточнять. Кратко про первоначальный контакт. Обязательно при одновременной коммуникации пациента и его родственникам обязательно нужно поприветствовать пациента, представить себя и назвать характер процедур, которую вы будете выполнять. Обязательно нужно познакомиться с родственниками и уточнить у пациента, не против ли он, чтобы родственники присутствовали при разговоре с пациентом и обозначить роль родственников в коммуникации между доктором и пациентом. При этом, при следующем этапе, когда мы выясняем причину обращения пациента при коммуникации с родственниками, нам тоже необходимо вовлекать родственников в процесс выяснения причины обращения в процессе проблем, поскольку они могут нам значительно помочь и стать нашими союзниками. В том случае, если пациент говорит нам о том, что он будет сам принимать решение, то нужно постараться объяснить родственникам о том, что сейчас коммуникация будет осуществляться именно с пациентом и что для родственников будет отведена определенная роль, чтобы они понимали, что место для них в консультации определенно будет. И этот момент решает такой навык, как повестка консультации или повестка обсуждения, когда мы договариваемся с пациентом, во-первых, какие проблемы мы будем с ним обсуждать, учитывая, что в настоящий момент время на консультации различные у нас ограничено. И тот момент, что мы имеем достаточно большое количество времени, час или два на консультацию, такое бывает крайне редко. Поэтому, используя навык повестки консультации, мы, во-первых, структурируем дальнейшую работу с пациентом и его родственниками. Это экономит наше время, повышает доверие, поскольку мы заранее до обсуждения медицинских проблем договариваемся с пациентом, как будет провести консультацию. А также, используя этот навык, мы можем договориться об участии родственников, чтобы, с одной стороны, они понимали, что они действительно тоже внесут свой необходимый вклад в консультацию, и они будут точно знать, что настанет определенное время, когда они будут говорить, а не пациент. При сборе информации от пациента или при общении с родственниками, пациентами, очень важно использовать определенную последовательность открытых и закрытых вопросов. В 1983 году было опубликовано исследование, которое предложило так называемую воронку вопросов, согласно которой медицинскую информацию следует собирать с пациента, сначала используя открытые вопросы, которые позволяют дать пациенту свободу рассказать о своей проблеме, о своей болезни, о том лечении, которое он уже получал. После этого переходить к более закрытым вопросам и в конце уточняющим вопросам для того, чтобы получить максимально полную информацию, максимально достоверную информацию. Этап, который связан с объяснением информации, он на самом деле очень важен, и включает обычно из себя три шага. Для этого мы должны определить уровень знания пациента, что он уже знает о своем заболевании и что он знает, может быть, уже о методах лечения. И для этого нужно задать обычный открытый вопрос, что вам известно о своем заболевании или проблеме. И после этого использовать науки активного слушания для того, чтобы получить максимальную информацию о пациенте. Шаг второй – это определить потребность пациента на информацию, что бы он хотел узнать. И как раз на этом шаге можно спросить пациента, готов ли он вовлечь в этап объяснения информации своих родственников. Для того, чтобы, возможно, они помогли ему не забыть выяснить у доктора какие-то важные моменты. Ну и третий шаг – это дозировано с поверкой понимания сообщить пациенту информацию. Когда одна фраза содержит одну мысль, а после этого обязательно пауза 2-3 секунды для того, чтобы пациент или родственник пациента смог понять вообще, что сказал ему доктор. И после этого выполнить проверку понимания для того, чтобы убедиться, что вы разговариваете на одном языке. Поэтому будет очень здорово, если доктор будет либо не использовать медицинские термины, либо объяснять их значение. Очень важно сообщать правильно медицинские данные, особенно при расспросе пациента или родственников пациента о каких-то рисках. Например, рисках вылечистого или иного заболевания, рисков различных медицинских мешательств, хирургических, консервативных точностей, диагностических методик и их сравнений. Поэтому желательно избегать использования писательных терминов. Например, низкий риск, высокий риск, умеренный риск. Потому что для каждого человека понятие риска сугубо индивидуальное. Для кого-то 10% риск – это очень высокий риск, для кого-то 40% риск абсолютно приемлемый. Лучше использовать общий знаменатель. То есть, либо использовать только проценты, или только доли, или абсолютные значения. Но при этом, согласно исследованиям, лучше использовать при объяснении рисков абсолютные значения. Например, вместо того, чтобы сказать, допустим, риск осложнения при выполнении хирургического лечения составляет 10%, сказать, что это риск. Если мы возьмем 10-100 точно таких же пациентов, как вы, с таким же диагнозом и выполним точно такое же оперативное лечение, то, к сожалению, у 10 из них будет осложнение, а у 90 этого осложнения не возникнет. При использовании такого приема, когда мы используем абсолютные значения не процента, мы делаем восприятие пациентом риска более персональным. То есть, он автоматически применяет эти риски на себя и уже готов ответить доктору о том, приемлем для него этот риск или нет. Также очень важно использовать наглядные материалы, различные схемы, рисунки, таблицы. Поскольку мы живем в интернет-технологиях и различных компьютерных технологий, можно использовать их для того, чтобы объяснить пациенту и его родственникам какую-то информацию, для того, чтобы в дальнейшем совместно принять решение. Существует специальная модель, она называется ШЕ, которая позволяет вовлечь пациента и его родственников в процесс принятия решений. На этом этапе мы должны прежде всего спросить пациента, какие он имеет представления, какая благодать информация относительно тех или иных методов лечения, а также попросить его высказать свой позитив относительно участия родственников в процессе принятия решения. То есть, он будет принимать самостоятельно без них, либо ему обязательно нужна помощь. Обычно в рамках одной медицинской консультации не всегда это удается. Если пациент на первую консультацию пришел один, и он понимает, что ему тяжело самостоятельно принимать решение, можем попросить его пригласить на следующий принем своих родственников для того, чтобы вместе обсудить эту проблему. Совместное принятие решения делает такой патерналистический подход, когда доктор сам определяет тактику лечения в пациент-ориентированную модель общения, когда решение принимается совместно. А то решение, которое было совместно, оно автоматически становится решением, которое принял пациент. И он будет, скорее всего, в большей степени нести за него ответственность, в большей степени будет привержен к всем назначениям, которые были приняты совместно по сравнению с той моделью, когда доктор самостоятельно, не принимая внимания, мнение пациента назначает какое-то лечение. Навык эмпатии очень важен, особенно в ситуациях, когда имеются какие-то конфликты, разногласия между пациентом и доктором, а также между пациентом и родственником пациента. И бывает много случаев, когда родственники пациента значительно активнее занимаются здоровьем этого пациента, нежели сам пациент. И поэтому мы можем использовать один из таких навыков, как эмпатию, который состоит, в принципе, из нескольких шагов. И самое главное при эмпатии – это реагирование на эмоции, которые испытывает пациент или его родственники. Первый шаг – это назвать ту эмоцию, которую испытывает пациент или его родственник в настоящий момент. Зачем выражать понимание, что эти эмоции в данной ситуации абсолютно нормальны, скорее всего, любой человек в этой ситуации испытывал точно такие же эмоции. И после этого очень важно оказать поддержку. И поддержку можно оказать самыми разными способами. Проявив заботу, оказав принцип партнерства, что мы вместе с пациентом и родственниками будем решать его проблему. А также в том случае, если родственники пациента, скажем так, активно хотят принимать решения за пациента вместе с ним, их можно за это похвалить. Сказать, что очень здорово, что у вас есть такие родственники, которые хотят вам помочь. Это на самом деле достаточно редко, что у вас есть они и готовы вам помочь. Краткий алгоритм, как действовать в конфликтных ситуациях, если есть конфликт либо с пациентом, либо с родственником. Во-первых, прежде всего, необходимо не использовать преждевременные успокоения или преждевременные аргументы до того, как мы не примем позицию пациента или родственника, какая бы странная и неправдивая она ни была. Для этого мы используем на шаге один активное слушание и без перебивания выслушиваем позицию пациента. После этого кратко обобщаем все то, что сказал пациент и родственники пациента. И только после этого мы принимаем без осуждения все то, что они сказали. И важно, что принятие не означает согласие. Вы можете быть полностью несогласны с тем, что они говорят, но вы должны без осуждения принять все то, что они говорят. И только после того, как вы приняли позицию пациента и родственников, вы можете попросить разрешения высказать свою позицию. А как вы видите данную ситуацию. И только после получения этого разрешения сообщить свои аргументы короткими фразами, с паузами, с проверкой понимания. И кратко про сообщение плохих новостей. Здесь, опять же, может быть две ситуации, когда мы сообщаем плохую новость пациенту в присутствии родственников или когда мы сообщаем родственникам, допустим, такую плохую новость о смерти пациента, что достаточно тяжело в практике любого доктора. Поэтому нужно понимать, что плохая новость – это любая информация, которая может значительно изменить взгляд пациента на свое будущее или взгляд родственников на их будущее относительно данного пациента. И для этого применяется наиболее распространенный протокол SPICE, который состоит из шести шагов. И кратко он заключается в том, что необходимо сначала доктору подготовиться к разговору, оценить восприятие пациента или родственников, если разговор с ними. После этого получить разрешение на сообщение этой плохой новости и использовать такой навык, который называется пробный выстрел. И, допустим, доктор говорит, к сожалению, у меня для вас плохая новость. Готовы ли ее сейчас выслушать? После этого, после того, как мы получаем разрешение на сообщение плохой новости, мы должны кратко, медленно, без медицинских терминов, понятными фразами сообщить содержание этой плохой новости, желательно максимально подробно и ничего не утаив от пациента или его родственника. После этого обязательно будут какие-то негативные эмоции, с которыми мы должны работать. И самое главное правило – необходима реакция доктора на эти эмоции, чтобы пациент или его родственник понял, что доктору, в принципе, не все равно. Поскольку при сообщении плохих новостей человек находится в ощущении максимальной неопределенности. То есть до сообщения плохих новостей он жил, планировал, а после этой плохой новости он просто не знает, что его делать. И для этого необходим шестой шаг, который гласит о том, что мы должны планировать дальнейшие шаги для того, чтобы сделать будущие пациента или родственников более определенным, для того, чтобы у них были конкретные шаги для дальнейших действий. Спасибо за внимание. Продолжение следует...